Хороший! Апа! Апа-гапа! Наверно, кило триста, кило четыреста. Тебя пойдем в сумочку положу. Всем привет! Это опять я. Опять Охотское море и опять ловля краба. Или в просторечии крабалка. Вот на этой лунке только что была сработка. Сработка это я сюда заранее положил наживку. За веревочку потянул, а веревочку кто-то там над ней держит. Это и означает сработку. Теперь нужно выпилить лунку, вытащить пенек, очистить лунку и попытаться этого краба поднять. Лед из лунки я вынимаю для того, чтобы краб на подходе был виден. Если, допустим, он у края лунки решит сорваться, то я это увижу и подхвачу его. Сопротивляется. Несколько лапок отпустил. О, пошел. Тяжелый. Тяжелый. Это первый краб за сегодня. Я еще к весу не привык, наверное. Мне кажется, что тяжелый. Не сойди, не сойди. Чувствую, как перебирает лапами, зараза. А нет, оказался совсем не тяжелым. Я бы даже сказал мелким. Ищу и самкой. Вот. А, даже у самки этой икры нету. А почему, интересно, я думал, что тяжелая? А, я понял, почему я так думал. Я вот в середине подъема, говорю же, чувствую, что что-то срывается. Две самки сидело. Эти могут и по две сидеть. Зараза. Они прожорливые прям и очень агрессивные. И вот они могли прям вдвоем лопать. Ну вот. Одну корюшку съели почти целиком. Свободу краба бабам плыви. Ну, здесь вот пока пилил, шнур периодически утаскивался немножко под лед. Как будто там краб пытался его куда-то унести прям с собой. Ну да, натяжение хорошее. Сейчас посмотрим. Да, видно, краб куда-то от лунки уже убежал. Я, честно говоря, не люблю такое, когда краб куда-то убегает. Потому что это почти всегда означает, что краб не очень крупный. Обычно убегает мелочь. Она хватает наживку. И голопом с наживкой скачет куда-нибудь. Самки тоже это дело любят. Крупный самец здоровый. Он просто приходит и садится сверху. И никуда особенно не тащит. Так, подается. Ой. Это что? Это я краба от 1 тащу что ли уже? Ну, вроде идет. Что-то не сказал бы, что тяжелое что-то. Но идет, и слава богу. Пока ничего не видать. Кроме своего собственного отражения. Вот и крабик на подходах. Господи, два. Два и маленьких. Вот помните, что я говорил про прошлую сработку? Два маленьких самца сидели и драли бедную на вагу. А где крупняк? Где крупняк? Я не хочу мелочь эту. Ну, да. Невелик размером. Невелик, скажем так. Отпустим бедолагу. Плыви бедолага. О-о-о-о-о. Поддаваться стал. О-о-о. Совсем выпустил приманку. Ай-яй-яй. Произошел. О-о-о-о. Хо-о-о. Ха-а. Ничего себе дела. Ничего себе дела. Булавка то ли сама расстегнулась, то ли он расстегнул. Но факт, что... Факт, что селедку он почти унес. Интересно. Очень интересно. Хорошо, что проверил. Судя по характеру погрызанного, то, что грызли с краешку, с хвостика, не очень крупный краб. Крупный выдирает обычно самые вкусные куски сразу. Брюхо рвет. Рыбу пополам кусает. Даже такую крупную селедку. Ему это все ни по чем. Сильно прям держит. Ох-ох-ох-ох-ох. Как резко начал отдавать. Снова она мертво. А нет, 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 нет. Подается. Кажется, оторвал. Кажется, оторвал. Кажется, краб пошел. Ну-ка, выйди покажись, где ты такой красивый бродишь. Попалось два краба сразу. Господи. И обе самки. Ё-моё. Канальи. Тихо-тихо-тихо, не кусайся. Так. Свободу краба-баби. Так, это... Сильнее подпуталась. Свободу краба-баби. Все. Наживки нету. Извольте кормить их бесплатно снова. Такая, знаете, столовая такая. На халяву. О, назад пытается отыграть. Значит, точно краб, а не водоросли. Водоросли назад не умеют. О, о, о. Аж прям дрогается. Лапами сучит. Главное, чтобы не сбежал. Так. Так. Ото дна оторвался. Идет вроде ровно. Не дрогается. Ну и... Достаточно тяжел. На всяком случае, говорю на фоне предыдущих крабов. Хотя вот до этого тащил тоже было тяжело. Но там были две краба-бабы. Поэтому все очень относительно. А нет, вижу краб. И хороший краб! Хороший краб! Ох, почти убежал, зараза. Но я его кочергой сумел выхватить и прижать. И прижать ко льду. О, отличный краб! Самец. Весом где-то наверное 1,3-1,4 кг. Хороший краб. Ну наконец-то! Я сколько отпустил мелочей краба-баб? Штук 6 отпустил, прежде чем вот этого красавчика поймал. Сразу оторвался, даже не сопротивлялся. И тяжесть, боюсь сглазить, но тяжесть приличная вроде как. Пытается спрыгнуть. По леске слышно, как вертится. Неспокойный попался. Тише, тише, дружок. Тише. Тише, не переживай. Так. Вижу краба. Чего-то, по-моему, не особенно большой. Так, ну-ка. А, краба-баба. Да, точно, краба-баба. И почему-то я опять без икры. Не грамма даже икорки. Я уже, получается, отпускаю четвертую или пятую краба-бабу. И у всех... Свободу краба-бабам. И у всех икры нет. Странно. И рыбу как-то без аппетита кушала. Прям совсем без аппетита. Вот у напарника, у Данила, тоже сработка. А я как раз перекуриваю, поэтому решил ему помочь крюком подхватывать. Вместе веселее. Данил, ну хоть поздоровайся. Всем привет. Ну-ка, что там у нас? Крабы? Не крабы. Прям разводился. Подорвал? Да. Чуть сильно за кромку трется. Чувствуешь? Да. У Данила та же беда, что и у меня. У него клюют краба-бабы, клюют малявки. И так же, примерно, как и я, взял несколько уже более-менее приличных крабов. То есть у нас с ним как бы паритет. Так, ну что-то, что-то. А не, 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 нормально. Что-то я его, я его как-то это, как-то я его принизил. Да, принизил. Извини меня, краб. Ты был прав, а я нет. Я виноват, я признаюсь. Сегодня это. Килошечка плюс, да? Или как? Или просто килошка. Подается. Отпускает по чуть-чуть. Пошел что ли? Да, пошел. Меня к прошлому видео замучили комментариями, почему я не ловлю на парашюты или так называемые хапуги. Во-первых, они тяжелые, их с собой трудно таскать. Я их обычно использую, когда я на снегоходе. Во-вторых, есть места, где краб достаточно осторожен и в хапугу очень плохо заходит. К булавке он там и то осторожничает, а к хапуге вообще тем паче. Поэтому хапуга нормальная вещь. Опа-на! И тоже отпустилась перед самым концом. Не отпустилась, а это самец. Самец. Размер чуть-чуть, по-моему, не хватает. До килограмма ему. Размер уже проходной. То есть он вполне себе пищевой. Но тяжесть приличная. Тяжесть хорошая. Пациент дергается на другом конце. Стараюсь тащить аккуратно, чтоб пациента не растревожить. Два краба что ли? Точно два краба. Так. Убегает эта краба баба. А нам достался не крупный, но зато самец. Главное вовремя успеть отсортировать. Вот видите, сейчас была такая ситуация близкая к легкой панике. То есть крабы убегали и нужно было понимать, какого хватать и какого отпускать. Проходной размер. Я его положу в свое корыто с водой. Он там будет живой лежать. И если я до конца дня ничего нормального не поймаю, я его отпущу. Точнее, если я ничего нормального не поймаю, я его возьму. А если я поймаю что-нибудь побольше, я его спокойно отпущу. С чистой совестью. Вот что бестии с рыбой сделали. Вот тут уже сидят два крабика. Вот к ним пойдет третий. Сейчас все разве что водички подолью. Ну и по результатам, разумеется, буду решать. Кого отпускать, кого брать. Назад тянем, да? Я очень надеюсь, что ты два килограмма весом. Давай. Давай, братишка. Ох. Нет, ты не два килограмма весом. Ты не крупный краб, по-моему. Ну, хотя, может быть и, конечно, я его принижаю. Может, чуть побольше. Идет вроде. Натяжение приличное. А, краба-баба. Ну, если стряхнется, не жалко. Хотя вещь, видите, какая жадная. До сих пор не торопится расставаться с рыбой. Вот посмотрим, когда она... О! Только сейчас вот клешню отцепило. Когда уже в воздухе немножко повисело. На этой лунке я буквально 15 минут назад отпустил краба-бабу. Сейчас вот тут что-то прям подорвал даже без сопротивления. То есть краб очень легко оторвался и сразу пошел наверх. Мне интересно, это вот та же краба-баба или нет. Потому что, в целом, даже когда их много, они очень редко когда клюют повторно, если уже побывали на воздухе. В этом плане они как бы достаточно осторожно себя ведут. Поэтому интересно, что сейчас будет. Это вообще кто там? Ну да, краба-баба. На вид, знаете, трудно сказать. Та, не та. Может, потом уже дома, пересматривая отрезки, будет видно. Та это или не та самая. Но... Наверное, все-таки та. Так, икорка была у родной. Икорочка есть, правда, очень мало. Ладно, плыви. И больше не клюй. О! Пошел. Знаете, я, конечно, боюсь ошибиться, но, по-моему, сегодня я ничего тяжелее не тащил. Прям тяжело идет. Боюсь сглазить. Может, правда, опять два краба сидят. И поэтому так вижу один, один и крупный. Один и хороший. Апа! Апагапа! Стоямба! Фух! Фух! Ага! Ага! Взял! Хороший! Ну, где-то, наверное, 1,7 кг. Фух! Хорошечный краб! Все отваливаются, все, кто более-менее крупный, отваливаются прямо у кромки льда. И вот, всех достал только с кочергой. Так. Опа-гопа! Опять небольшенький. Найбольшенький. Найбольшенький. Плыви. Плыви, козявочка. Плыви. Ох! Как резко подорвался. Это та самая лунка, где я где-то минут 20 назад, 30, отпустил вот как раз краба бабу, про которую я размышлял в который раз она мне попалась. В первый или во второй. Сейчас посмотрим, что опять нам эта краба баба придумала. Ну да, это краба баба. Это очевидно. Жалко, на то и не было никаких особых примет. Но, трудно сказать, та не та. До другой лунки ее таскать смысла нет. В других лунках тоже ловушки. И если ее вот такое вот поднимание наверх никак не может угомонить, то как бы ну, просто будем каждый раз ее вот такую вот храбрую поднимать. Какой тут бойкий крабик. Поклевку заметил, когда шнур пополз в сторону резко. Ну, к сожалению, я повторюсь, я еще редко когда видел, чтобы крупный краб утаскивал наживку. Обычно мелочь всякая, пузатая боится и тащит наживку к себе в нору. А крупный краб просто сидит и спокойно ест. Хотя вот сейчас вот тяжесть приличная вроде как. Но как мы сегодня убедились, сколько сегодня было дуплетов? Два и... Нет, это... У меня, по-моему, дуп... Ох ты, хорошее крабище! Ох, хорошее крабище! Отличный краб! Отличный краб! Хо-хо-хо! Отличное крабище! Кило триста, я думаю. Да, вполне съедобный. Кило триста. Хорошо, поздравляю! Так... Ну-ка... В сумочке пойди заскучали. Повторюсь, я его держу в воде. Только потому, что не хочу, чтобы краб замерз, заледенел. И тогда мясо у него после варки очень плохо отлепляется от панциря. То есть он, грубо говоря, плохо чистится сразу. Куда ты полез? Ныряй, ныряй, ныряй! Воюет! Так, это оторвался от дна. Но вес вроде как не особо зачетный. Ладно, посмотрим. Могу я ошибаться. Могу я ошибаться. Ну-ка-с... Уже должен показаться. Ну... Нормальный краб. Нормальный. Хороший краб. Отличный краб. Ну, нет. Конечно, нет. Не прям отличный. В нём... В нём... Где-то... Грамм, наверное, 900. 800. Ну, довольно легко оторвался. Почти не сопротивлялся даже. Вроде идёт так. Тяжёленько. Как бы опять не выдать только желаемое за действительное. Так... Краб не маленький. Ну, по-моему, баба. Да, краба-баба. Ну, скажу так, краба-баба очень приличного размера. Такой мне сегодня здоровый не попадалось. От селёдки осталась уже самая крепкая часть спинка. Скоро надо будет менять тут наживку. Как бы самок ещё отвадить. Я повторюсь. Носить самку в другую лунку... Ну... Идея так себе. Не очень. Разве что пробурить специальную лунку где-то отдельно от поля чисто для самок. И каждый раз вот через всё поле бегать. Но здесь снега по колено. Под снегом снежная каша. Поэтому я просто физически не потяну такую активность. Так... Ну... Сегодня я, по-моему, одного такого взял. И пару таких отпустил. Этого тоже отпущу. Позови трёхкилограммового. Ну... Ну... Да... В принципе, такого можно брать. Но сегодня у меня есть крабы покрупнее, поэтому... Пусть лучше себе ползёт и размножается. Глядишь, через годика-два поймаю, когда он станет просто огромным. Эта лунка у меня какая-то... Одна из самых результативных. Ну вот это та лунка, где, грубо говоря, несколько крабабаб подряд. И самец хороший отсюда был. Ого! Это я его оторвал. Но если я это его оторвал, то он очень хорошего веса. Либо их там три сидит. Либо их три на булавке сидит в штуке. Либо один, но хороший. Давай порадуем меня. Видно плохо. Да. Один хороший. Так, давай. Давай сюда. Давай. Давай. Фух. Ох, хорошечный. Ох, хорошечный. Вот это краб. Да. Однозначно. Самая результативная лунка. Сегодня. Вот это. Ух ты. Знатный краб. Знатный краб. Ну, тут как бы уже в сторону двух килограмм уже потянуло. Конечно, до двух он еще чуть-чуть, возможно, не доберет. Но он к ним максимально близко. И кусочек рыбы во рту прячет. Хорош. Грузись в сумку. Ох, сумочка сегодня хорошо работает. Рекомендую всем вот такую сумку. У Данила такая же. Правда, чуть-чуть поменьше, чем моя. Очень удобная вещь. И под рыбу. И под краба. И вообще, подо все на свете. Кому интересно, оставлю в описании ссылку на Wildberries. Я на Wildberries покупал. Очень хорошечно. Данил свой улов протрясает. Ну, у меня улов примерно сопоставим с его. Только Данил его хранит вот в этой сетке. Так называемая питомза. И эту питомзу опускает в воду. Ну, прицепляя веревочку здесь за какой-нибудь грузик. Хотя не по поводу сопоставим. По-моему, ты меня обловил. Нет, за тебя последний хороший. Нет, последний-то хороший, но именно вот по штукам. Да нормальный, едабельный. Вот такого можно-то я не отпускать. А вот это лучше отпустить, по-моему. Хотя, слушай, почти похоже. Вот так и сортируем крабов. Вот вы не поверите. Вот 15 минут назад вот этого вот краба почти 2 кило. Поднял с этой лунки. Вот, снова иду проверять. Опять что-то сидит. Данил уже смеется, говорит, это там лунка плодородия. Плодородная дырка. Да, плодородная дырка. Она прям вот сегодня прям фонтанирует крабом. Я вот так сейчас пытался в уме прикинуть, сколько отсюда крабов поднял. Ну, получается-то штук семь, по-моему. Если не больше, конечно. Что-то вот упирается. Давай, давай, давай. Ну, что-то не очень большое. Ну, хотя нет, и не маленькая. Так, так, барабанная дробь. Так, уже вижу краба, но плохо. Ну-ка, ничего не понятно, кто это. Два, что ли? Да, два. Опять два. Так, ну-ка. Это крабабаба. Другой просто, по-моему, малыш какой-то. Да что ж такой-то. Как крепко засандалилось-то. Да. Видимо, тот крупный от лунки, получается, ушел наверх. И эта мелочь внизу сразу оборзела резко. Почуяла себя, так сказать, на коне. Борзая молодежь. Да, борзая молодежь. Позволяют себе всякое, понимаешь ли. Крабик идет. Вроде оттягивает-то кругу. Неплохо. Не сказать, что какой-то зверь. Но и не мелочь. Давай там покажись. Вот уже очертания есть. Ох, хорош. Ох, хорош. Ох, хорош. Да. Отлично. Отлично. Прям каким-то супер трофеем его не назову. То есть я ловил крабов, конечно-то и побольше. Но за сегодня вот у меня уже два очень хороших краба. Просто отличных. Здесь, ну, водится-то и покрупнее. Здесь я ловил и на 2,800. То есть вот здесь где-то 1,900. Вот представьте себе 2,800. Но, тем не менее, сегодня я очень доволен вот таким результатом. Суперский краб. Отлично, отлично. Какой красавчик. Селёдку превратил просто в лохмутья. Ну и ладно, окунем. Уже время к вечеру. Менять наживку я не буду. Если не клюнет, просто сниму. Всё. Тебя пойдём в сумочку положу. Уже вечереет. Солнце закатывается. Пальчики мёрзнут. Поэтому уже в перчатках. Хотя в перчатках мне не особо нравится. Потому что чувствительности то и нет. Давай, оцепляй. На крабалке. Сейчас вот уже вечер. А я даже ну как бы не заметил, как время пролетело. Поэтому постоянно вот бегать. Что-то крутить, вертеть постоянно. То бур, то пила. То кочерга с шумовкой. Просто не замечаешь, как время пролетает. Ну и постоянно вот эта работа. Она как бы не даёт тебе не замёрзнуть, не заскучать. Так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Хороший крабища, хороший. И как всегда сошёл, почуяв. Фух, хорошенький. Хорошенький краб. да братишка нравится мне такая крабалка очень прям нравится опять какой-то шум на лунке плодородия данил сказал видел как веревочка у ползала аж как веревочка аж у ползала в лунку то есть кто-то там на том конце ну очень голодненький давай 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 прям перебирает лапками как на балалайке играет на этой на нитке тренькает и бренькает по ней ничего мы тоже как бы это в это дело умеем по тяжести ничего особенного по тяжести что-то ну как бы не очень так но на вид что-то слушаю на вид что-то покрупнее вроде а не не показалось на вид просто не совсем крупный ну может даже не 600 а еще и самка свободу краба бабам дыра плодородия вот 15 минут назад на ваших глазах отсюда опять достался краб сейчас опять кто-то сидит может тот же самый краб который достался а может кто-то еще вот оторвался вроде идет ну так-то тяжеленько так-то тяжеленько уже темно солнце закатывается все это уже видать с трудом ну кто-то идет кто-то плывет к нам ну крови кто на самом деле не дурный не бы не дурной данил смотри ну грамм 600 может конечно я зажрался но я наверное эти 600 грамм отпущу пора уже идти снимать ловушки по последнему кругу пройти проверить кто еще сел и уже домой пора оделись упаковались даня вот своих крабов ковал я своих крабов вот так вот сложил в сумку и вот привязал веревку буду по снегу тащить на веревке так как бы открыть и показать не замерзла молния сумка в воде вот битком сумка прекрасным крабом особенно крупного не было но был хороший крупный краб и был средний краб и был мелкий но мелкого все отпускал а брал среднего и нормального а вот уже и говорящие руки дома правда в этот раз говорящих рук две пары это я и моя жена моста семейный подряд я краба ножницами режу она уже вытаскивает мясо из пансия и складывает его в миску весь краб сварен поэтому его сейчас нужно всего по перечистить все что нужно для ужина съесть а все остальное упаковать и заморозить я от вареных крабов отрезаю лапки откусываю лишние куски вот типа этого коготка разрезаю ножку повдоль все теперь ножка готова к чистке такие моменты особенно приятно когда готовлю не я у нас семье рис для роллов традиционно используют но вот не по японской технологии когда рис охлажденный поливают там уксусом водой после этого он там становится каким-то липким у нас его традиционно вот просто сразу из кастрюльки горячий он горячий очень хорошо расплавляет вот эту нори правда мы ее чаще зовем по-корейски гимн сверху краб сюда бы еще неплохо бы подошел листик салата но ваш покорный слуга сегодня забыл его купить и вот получается вот такие вот симпатичные завертончики ну по-настоящему роллами конечно это язык назвать не получится то есть тут там не сыра филадельфия не какой-то икры летучей рыбы просто краб рис и морская капуста но это вкусно это вкусно это одно из наших таких семейных блюд вот какие-то роллы с чем-то просто с рисом и с каким-то наполнителем типа рыбы там селедочной икры тунца какого-нибудь и Продолжение следует... 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 Теперь остались только панцири, которые, чтобы они пролезли в диспоузер, нужно разбивать отдельно, и это чуть попозже... Продолжение следует...